Всем привет, с вами Диктофон, и сегодня мы поиграем в игру под названием Блунс ТД-6. И в этой серии я хочу выполнить испытания от зрителя. Истуть этого испытания заключается в том, что я должен пройти карту на уровне сложном за одних друидов. То есть, вот как я посмотрел, единственное, что минус в том, что мы не можем пробить все виды шаров за друида. Точнее как, мы можем с помощью Супер Шторма или Снова Духа пробивать камуфляж. Ну, посмотрите, это стоит 35 тысяч, либо 90 тысяч. В начале игры до такого точно не докопить, тем более используя только друидов, никаких банановых ферм или еще чего-то. Поэтому я решил прийти к такому решению, да, в тавтологии сказал, что я могу использовать одну деревню. Просто, чтобы поставить ее до радара, больше никак не качать, и туда возле нее ставить обезьян, ну, друидов, которые как раз-таки будут пробивать камуфляж. Что это вот единственный как... Даже не сказал бы, что читы, но мне так кажется, что по-другому даже не пройти. И я вот выбрал карту. Сейчас вот парковая дорожка, или как она называется? Парковая, наверное. Просто у меня как парковка, как будто это... Ну, вот парковая дорожка. Посмотрим, что-то как у нее. Так. Ну, первого друида я, наверное, вот сюда поставлю. Смотрим. Деревню я бы, наверное, вот здесь где-нибудь поставил. Потому что тут как раз будет зона, где можно будет еще поставить друидов, и они как раз-таки будут видеть камуфляж. А так, конечно, если выбирать этого шторма или лесного духа, то я бы выбрал лесного духа, как минимум потому, что он дешевле почти в три раза. То есть, если этот шторм стоит 90 тысяч, то лесной дух всего 35 тысяч. Ну, как минимум эти 35 тысяч надо и накопить. А это очень много. Что... А первый камуфлированный шар уже пойдет на 24-м раунде. Поэтому вот я и не знаю, как у нас тут вообще может ли выйти это все. Поэтому посмотрим. И без объединения деревни, мне кажется, нам не справиться будет. Ну, сейчас вот буду на нее копить, наверное. В принципе, 24-й раунд еще не скоро. Но если даже мы к нему не успеем накопить на деревню и прокачать ее до радара, то это не так страшно, потому что там всего идет один шар камуфлированный. И мы потратим хп где-то 3 вроде бы всего лишь, который у нас восстановится довольно-таки быстро. А если потом следующая будет волна камуфлированных шаров, там их уже очень много на самом деле. И я боюсь, что мы даже проиграть сможем. Я, конечно, не помню, сколько их там по счету вообще всего идет. Я просто знаю, что после первой волны камуфляжа вторая волна прям в разы сложнее. Ну, посмотрим. Может быть, у нас все еще и получится. Так. Этот дроид теперь у нас более-менее самостоятельный. Ну, он до этого, в принципе, уничтожал, но теперь с молниями он намного сильнее. И будем тогда уже копить на обезьянью деревню. Конечно, если сейчас уже смотреть, то есть 13 раунд, у нас до камуфляжа 11 раундов, уже даже 10. А нам надо накопить в общей сложности, ну, тысяч 4, наверное, на все это. Поэтому навряд ли мы, конечно, уже сможем накопить это. Я сразу же предупреждаю, что на всех случаях я написал в комментариях под предложением этого испытания зрителю и уточнил насчет обезьянью деревню. Надеюсь, что он в итоговом плане разрешит. Просто он пока что не отвечает. Но я не думаю, что он будет против, потому что тут сама по себе такая ситуация сложилась, что по-другому-то и никак и не выйдет у нас. То есть вот все, обезьянью деревню мы поставили. Остается копить на радар. Тут еще полторы тысячи, а у нас совсем чуть-чуть как бы осталось. Я не думаю, что мы полторы тысячи успеем накопить за 4 раунда, даже поменьше. Ну ничего страшного. Чуть-чуть хп потеряем, не проиграем. Ну, друиды сами по себе так-то очень сильны. И единственное, что я их как-то в своих играх не часто использовал, хотя они действительно мне были довольно-таки интересные. То есть у них интересные механики. Ну и во многом они довольно-таки дорогие. Особенно шторм, который 190 тысяч. Это очень много. Ну вот как раз-таки шар, который нам глаза обозолит. Просто проехался довольно такой. Хп намотнил, 3 хп. А теперь у нас есть радар. И нам уже не страшен он будет. Теперь тогда будем ставить друидов. Где-нибудь вот здесь сразу несколько. Здесь я, наверное, попробую сделать такую кучку. И качать их на нижнюю линию, чтобы они друг от друга питались. И как раз-таки становились сильнее. То есть это вроде бы нижняя линия это делает. Я это пару раз всего использовал. Но как по мне, это в принципе довольно-таки эффективно. С учетом того, что через 13 раундов у нас пойдет уже первый муап. А это как бы, ну ничего хорошего, как по мне. Поэтому будем смотреть. Может быть, если мы их так вкачаем, то это и урона будет много наносить, чтобы пробить все, что нам надо. Так. О, тут, кстати, тоже попадается. Единственное, если мы прокачаем на нижнюю линию, у нее, врач, должен увеличиться радиус. Он должен попадать под него. Но потом посмотрим получше. В любом случае, вот эта вот обезьяна, она, кстати, как раз-таки и даже камуфляж видит. И у нее радиус очень даже тут хороший. То есть, скорее всего, мы ее будем окружать всякими друидами, чтобы по итогу она у нас и наносила урон. То есть вкачаем и... Ой. Ну ладно, ничего страшного. Как раз собрался, в принципе, вкачать. Постараемся ее прокачать полностью до нижней линии. И посмотрим, насколько они будут сильны. Эти друиды. Так. Хотя бы так будем понемногу делать. А то у нас всего 5 раундов уже осталось. А Мосси что-то у нас пока что я не вижу прям такой... Чтобы видеть... Точнее, как я не очень уверен в том, что мы можем пробить муап. И это мне пока что не очень нравится. Но, может быть, за 4 раунда мы сможем накопить хоть какие-то деньги. Чтобы успокоить себя в нашем светлом будущем. Которое нас обязательно ждет. У нас нет выбора. А мы и не против. Поэтому всем добра, всего наилучшего. Вот только что компляш, кстати, был. И с ним довольно-таки уверенно справились. И вот если бы не деревня, то мы действительно уже проиграли. Потому что... Ну тут не пишутся статистики. Но я уверен, что мы получили не так уж и много денег. Денег с самого начала игры. Чтобы прокачать духа леса, надо 41 тысячу где-то с половиной. И за все время мы точно 41 тысячу даже и не накопили. Как мне кажется лично. Так. Ой, моб. Так. Самого его мы пробили? Но вот что-то я не знаю. Тут их очень много, слушайте. Блин. Так. Видимо, сейчас поставлю на паузу и вернусь к вам на 40 раунде. И попробую что-нибудь переставить. Посмотреть, получится ли у нас потом что-то получше. Надеюсь на это. Ну вот и снова я дошел до этого раунда. Сейчас я как раз, кстати, уберу автостарт на всякий случай. В этот раз я решил немного по-другому сделать. Прям вот здесь все заставил. Ими немного даже вкачал. Решил, что вот этот. Эта обезьян, наверное, у нас будет тут самое главное. Как раз у нее тут радиус очень хороший. Можно вот потом еще дроидов поставить, чтобы они там друг друга бафали. И, в принципе, я считаю, что это даже лучше позиция, чем вот здесь. Так как они будут не только эту линию пробивать. Так еще и вот здесь бить. И некоторые еще обезьяны вот здесь, кстати, прям достают. Три обезьяны. То есть, мне кажется, даже получше будет. Поэтому давайте посмотрим, что-то как у нас получится. Так, пока не пробили, не пробили. Давайте я даже тут скорость уберу. Так. Да е-моё, да как так-то? Что делать? Понятно. Очередная попытка. Так. Ну и вот. У нас намечается очередная попытка. Сейчас я опять... А, автостарт я уже успел убрать. Даже не заметил, когда... Нет. Надо как раз его поставить. Вроде да. Чё-то я уже завис. Опять по-другому немного поставил обезьян. Решил их немного вот здесь поставить. Чтобы вначале вот это вот вообще хорошее будет. Две обезьяны. У меня, наверное... Я как подумал сделать вот эту, наверное, главную. Потому что, посмотрите, тут вот радиус, как она обхватывает тут. И вот тут ещё очень большой радиус. Мы можем здесь ещё поставить друидов. И они как раз потом будут бафать все эту обезьяну. И она будет приносить очень нам большие деньги как раз-таки. Не деньги, а урон. Так, у нас сейчас немного, кстати, есть денег. Вот тут вкачали. И сейчас посмотрим, как у нас сейчас выйдет. Ой, надеюсь, что хоть сейчас получше будет. Ну, прошу... О, так, провели. Уже прогресс, знаете, уже хотя бы тут провели. О, так, ладно. По что живём? Сейчас я, видимо, ещё буду этих друидов тут дофига ставить. Так, вот сюда друида. Вот сюда друида. Сюда друида. Сюда друида. Всем друидов, побольше друидов. Вот здесь ещё. Вот это что, попадает? Ну, здесь я думаю ещё одного поставить. Но его я буду посередине, наверное, качать. Вот этих всех я также, в принципе, вкачал. Надеюсь, что у нас что-нибудь получится адекватное из всего этого. На самом деле стрёмно. Ну, реально стрёмно. Я уже много раз повторял. Ну, и я к тому, что на 40-ом раунде проигрывал, проходилось заново играть. Так. И надеюсь, что здесь такого не случится. Молнии бей, пожалуйста. Ой, фух, пробило. Так, тогда сейчас надо ещё им попрокачивать, чтобы молнии в них стреляли. А то у нас только один друид такой делает. А надо было бы больше нам таких. Сейчас тут немного ускорю. Так. Чё на вкачали? 48-й раунд. Пух. Нам сейчас надо готовиться к 60-м раунду. Потому что там уже пойдёт красный муап. А красный муап это... Ну, ещё хуже. Намного причём. Если у нас с этим, как бы, проблемы такие происходят. Так. Теперь посмотрим, может быть, получше станет. Я бы ещё, знаете, вот сюда, на всякий случай, одного друида поставил. Вот так, на две хотя бы. Чтобы его вкачать. В принципе, это будет достаточно. Так. Вот, кстати, только что мы синему апта прям хорошо пробили. Вы могли, наверное, заметить. Вот теперь у нас есть первый уже друид с жаждой взрыва. Вот штормового друида можно было, в принципе, ещё одного поставить. Так. Теперь у нас тут две с жаждой взрыва есть. Так. У кого у нас ещё громовое сердце из друида вкачано? Это больше не у кого, видимо. Так. Ну, давайте вот здесь включим громовое сердце и будем копить на эту жажду друиды для него тоже. Чтобы они все бафы получали. И, кстати, посмотрите. Сейчас синему апта вообще хорошо пробиваются. То есть прям заметная разница у нас появилась. Так. Всё. Теперь наш главный друид у него ещё лучше. Это бафы он получает. С камуфляжем тоже справляемся. Я действительно понимаю, что без деревни мы бы и не справились. Было бы прям... Ну, может быть, возможно, как-нибудь. Но это если мы все бы качали знания прям полностью. Может быть, там есть какой-то такой вот очень сильная способность. Ну, про которую я, в принципе, не знал. Она мне неизвестна. Кстати, через два раунда уже будет шестидесятый. Жалко, что тут нет сохранений. Вот очень жалко. Именно, знаете, чтобы, если что, так выйти... Точнее, как выйти. Просто перейти и обдумать немного по-другому свою тактику. Ой, всё. Шестидесятый раунд. Так, красный, кстати, мы быстро подробливаем. И тут... О, вы! Как быстро мы его уничтожили. Ну, точнее, как... Типа, не прям уж так и быстро, но с учётом того, что мы его пробили как минимум лучше, чем этого. Чем синего. Так, тут у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть. У нас шесть таких прокачано, а он уловил только пять. Помимо него. Блин, то есть он действительно не улавливал этого. Ой-ёй-ёй. Сколько ж тут было шаров. Ну, сейчас мы тут справляемся. Ой, реально опасно. Слушайте, и мобов сейчас очень много, и укреплённые пошли. Ну, как-никак, уже шестьдесят пятый раунд. Это очень даже много. Так, осталось, наверное, вот ещё вот этих вот пятерых докачать. И тогда уже буду копить на эти сорок восемь тысяч. Я не знаю, накоплю ли я на них уже или нет. Но в любом случае можно попытаться. посмотреть, что у нас да как выйдет вообще. Так, опять красный идёт. И ни один про чём. И мы их уверенно побеждаем. Там так нормально. Очень меня это радует. А! Смотрите, у него так и не поднимаются. А не уж, что пять это максимум? Похоже, действительно, пять это максимум. А вот этих друидов, знаете, мне как-то уже их жалко даже и продавать. Давайте тогда их пока что так и оставим. Вот этого друида я бы сейчас немного вкачал. На шаровой молнии хотя бы. Потому что это уже очень полезный навык. Полезная прокачка как-никак. А потом будем начинать копить эти пятьдесят тысяч. Потому что пока, вроде бы, мы должны более-менее справляться со всем. Конечно, подарок джунглей. Но я не знаю. Насчёт него. Просто, вроде бы, способность, которую будет нам давать по двести монет. Это не так уж и много. Дух леса, конечно, потом, который будет стоить тридцать пять тысяч. Будет полезен. Особенно был бы очень он полезен, если у нас не было бы деревни. Потому что его шипы будут пробивать калугляж. Очень странно, на самом деле, сделали бы, вот, как вы могли увидеть, иногда из-под земли появляются лозы, которые захватывают несколько шаров или один шар. Это как раз-таки, вот, друдь джунглей даёт эту вот способность. Сделали бы так, чтобы эти лозы также могли по камуфляжу бить. Не знаю, мне кажется, было бы не так уж и прям сложно это реализовать. И не так это было бы читерно. То есть, самый обычный навык, самая обычная способность. Нет, ничего прям такого заурядного. А посмотрите, как друид-то наносит. Прям урон-то у них очень хороший. Вот это друид, вы посмотрите, он вообще. Ну, он ещё ближе всех стоит, конечно. Так, пока пробивает шары, время раунды. А может быть, слушайте, вот это мы сделаем главного? У него всё равно так получается, что у него х5 усиление. А если он как бы ближе всех стоит, он быстрее пробивает шары, больше их пробивает. И тем самым у него скорость атаки больше появляется. Здесь можно действительно попробовать его сделать. В любом случае, нам надо бы ещё побить. На 75-й раунд. Как-никак, с каждым раундом всё паснет. У меня аж только кто-то залагало. Я не знаю, видели ли вы это на записи или нет. Офигеть. Неожиданно. Так, 55 тысяч уже. Ну, друиды прям молодцы. Нормально пока что отбьют. И это, друиды, посмотрите, сколько урона-то нанёс. А я не знал, что он такой-то... Так, ты силён. Ничего не скажешь. Так. Ой-ёй-ёй, сколько тут шаров. Ой, ну мы справились. Сейчас как раз-таки к 80-му раунду две волны, они очень опасные. Там очень большое количество шаров выходит, и это опасно. А сам 80-е, мне так кажется, что мы должны пройти. Конечно, наверное, далеко пройдёт этот муап. Но мы его должны уничтожить. Ой, тут ещё и камуфляж, слушайте. Ой, фу, справились. Один там шар. Просто его все ждали. Так. Тем временем мы уже накопили 20 тысяч, кстати. А это уже почти половина до нашей... Как он называется-то? До воплощения ярости. Ну так, кстати, у нас уже и половина есть накопленная. И всё, и вот 80-й раунд начинается. Давайте, давайте, пожалуйста, уничтожьте. Должны, кстати, должны. Так. Ух, молодцы. Идём дальше. Продолжаем обязательно. Ну, как минимум, хотя бы это испытание мы уже выполнили. Вот вы посмотрите, у нас до сих пор вот эти вот 5 хп, они прям, ну, пугают на самом деле. Хорошо, что у нас ещё дополнительные. Кстати, вот действительно, вот у нас уже дополнительные 25 хп было. А если бы у нас их не было, мы проиграли, потому что нам нанеслось-то урон в размере 120 хп. И как раз-таки вот эти вот, они нас спасли. То есть, если бы мне написали, что я ещё не могу использовать задание, ой, я бы вообще замучился, наверное, проходить это испытание. А тут нам прям повезло. На самом деле, я переигрывал это испытание. Ну вот, на съёмке вот сейчас. Раз 5, что ли, если не больше. Тут прям вот вообще сложно, на самом деле. Так, 83-й раунд. Пока живём. 90-й раунд будет очень сложный. Там будут быстрые мабы. Тем более, камуфлированные, что очень даже страшно. Но, тем временем, мы, кстати, уже накопили 40 тысяч. Ещё 8 тысяч надо. Но за 7 раундов мы должны это сделать. Я на это очень надеюсь. И как раз-таки, может быть, воплощение ярости поможет их всех пробить. Ой, сколько тут много. Опасно. Ой, ну, кстати, денег-то вообще неплохо идёт. Очень хорошо идут деньги. Так, опять зелёный у нас пошёл. И не один. Это уже пугает. На самом деле. Я надеюсь, что мы со всем тут справимся. Вот всё, теперь у нас есть воплощение ярости. Вы посмотрите на него. Реально он негодует. Реально у него бомбить. Ооо. У него ещё так вот, анимация так изменилась. Вот, прикольно. И по урону вы посмотрите, как оно возрастает. Это вообще... И как он быстро зелёный муабу пробивает. Вы посмотрите. Вау. Это очень круто. А теперь я бы, в принципе, если есть возможность, начал бы копить на духа леса. Не знаю, как у нас получится, но по итогу нам надо ещё 31 тысячу. Я надеюсь, что мы справимся с этим 90 уровнем, который у нас уже как раз-таки. Следующий будет. Мы проверим как раз-таки. 90 уровень решит всю нашу судьбу. Ага, понятно. Ну, понятно. Действительно, он решил нашу судьбу. А чё? А вообще урона-то не было. Они вообще... Я заметил. Идеально чисты. Хотя по ним урон-то проходил. Обидно. Очень обидно, на самом деле, в этом плане. Но мы прошли. Мы прошли до 90 уровня. Почти только с одним типом друидов. Очень круто. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. А с вами был Диктофон. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok